Дебат-шоу по чесноку Бонго-бонго! Поехали! Дебат-шоу по чесноку Вот такие у нас классные ребята. И мы начинаем говорить о сегодняшней теме. Есть несколько тем, о которых не принято говорить в нашем обществе. Одна из них – это детские дома и то, что происходит с детьми в детских домах. Есть ли какие-то альтернативные способы работы с такими детьми? Еще одна тема – это инвалиды. И мы обязательно как-нибудь возьмем эту тему. У нас не принято говорить на эти темы. Как только начинается разговор об инвалидах или о детских домах, или об ЛГБТ-сообществе, мы всегда отводим взгляд в сторону и говорим, меня это не касается, и слава Богу. Но это те стороны нашей жизни, которые существуют вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Сегодня мы взяли одну из таких тем, и она звучит следующим образом. Есть ли альтернатива детским домам? У нас два очень интересных спикера. Уникальная ситуация на почесноку. Мы всегда знаем, что неполитические темы собирают у нас намного меньше зрителей, чем политические. Но при этом мы осознанно идем на это, потому что мы считаем, что нужно эту дискуссию в обществе и в любом случае развивать, и мы будем это делать. И мы обязательно возьмем как-нибудь тему про инвалидов и то, что происходит в нашем обществе. Сегодня к нам приехал очень интересный спикер из Москвы. И у нас уникальная ситуация. Оба спикера – женщины. Такого на почесноку не было, я не знаю, как давно. Обычно у нас выступают мужчины, и женщинам на этой сцене, кроме меня, всегда не место. Вот. Замечательная ситуация. Две женщины. И я попрошу наших сегодняшних спикеров подняться, прекрасных спикеров, подняться на эту сцену. Поехали. Я представляю спикеров. Спикер, который один из лучших спикеров на тему образования, и тем более на тему про детские дома. Человек, которого я знаю не один год. Человек, с которым вместе я работала, сотрудничала с одним детским домом. Это тема, которая на самом деле мне очень близка. Как раз через Светлану Викторовну Баюмову Департамент образования Ярославской области. Аплодисменты. И наш второй сегодняшний спикер – Ольга Федотова, член попечительского совета благотворительного фонда «Наш дом». Многодетная мама приехала к нам из Москвы. Аплодисменты. Итак, оба спикера. Я напоминаю наши правила. У нас по три минуты говорить просьба в центре сцены. Не за стулом. А в центре сцены. И Светлана Викторовна занимает позицию, что нет альтернативы детским домам и этой системе. Ольга занимает позицию, что альтернатива есть. И я позже представлю наших сегодняшних экспертов. Это на самом деле очень серьезные эксперты в этой области. Их у нас сегодня четверо. Поехали. Кто из вас будет первым? Я, наверное. Хорошо. Ольга, пожалуйста, говорите громко, ярко. Три минуты. Поехали. Добрый вечер. Я сюда не просто приехала, я еще и помогала, и была одним из создателей этого фильма. И мы столкнулись с такой проблемой. Дело в том, что Пепетический фонд и наши друзья на протяжении уже многого времени, порядка 10 лет, занимаются помощью детским домам. В основном это области. Это Вологодская, Ярославская, Владимирская, Костромская область. И мы столкнулись с той проблемой, которую действительно Анна правильно заметила. Никто не хочет говорить или никто не хочет признаваться в этом. Дело в том, что как попадает ребенок в детский дом? Или от него отказывается сразу в роддоме, и тогда он попадает в дом малютки. Здесь другая ситуация. Если в течение трех лет ребенка не усыновили, он попадает в детский дом. Другая ситуация, это когда детей забирают, изымают из неблагополучных семей, и тогда они попадают в детский дом, потому как больше им некуда деваться. От наркоманов, от пьяниц, от родителей нерадивых. Есть еще такая тема, что дети погибли, родители погибли, и их не забрали, их родственники. Хочу отметить, практически у всех детей в детских домах есть родственники, есть братья, сестры, старшие, тети, дяди, крестные, но никто их практически не забирает и никогда не интересуется их судьбой. Это самое страшное, что может быть. Дело в том, что вообще дети в детском доме, вот в нашем государстве сейчас так устроено, главное, чтобы они были накормлены, сыты, одеты, обуты. Зачастую это происходит и на благотворительной основе, всегда какая-то помощь, поддержка, особенно в регионах богатых. Но практически ничего не идет о воспитании. Ребенок ушел в школу, он пришел, его покормили, его одели, заправлены его кровати, вымыты полы. Они практически не знают, как себе быт обустроить. Это бесконтрольное, безнадзорное телевидение, интернет. Они этим могут всем пользоваться. В нашем государстве устроено так, что ребенок всегда прав. Потом возникает такая ситуация, что мы из хороших, в принципе, ребят, потом растим лентяев и ждивенцев, потому что у них заложено уже в сознании, я вот такой несчастный, мне все должны, у них совершенно нет никакой мотивации, можешь не ходить учиться, можешь ничего не делать, не работать, все равно мне за это ничего не будет. Когда они выходят из детского дома, им выдается достаточно приличное пособие, для того, чтобы они дальше могли строить свою жизнь. Но при этом оно, как правило, или быстро проедается, пропивается, или находятся какие-то мошенники, которые быстренько эти деньги забирают у них. То же самое происходит с квартирами, хотя зачастую им даются не квартиры, а так называемые бараки, где нет ни горячей, ни холодной воды. И опять-таки дети, не приспособленные к нормальной жизни, не знают, как обустроить свой быт и свое жилье. А также мне хотелось бы сказать, что есть такое понятие, как коррекционные детские дома. Ведь зачастую в обычные дома детские попадают дети, так скажем, из криминального мира, которые совершенно жестокие. И они где-то пили, курили, продяжничали. И после этого потом они попадаются рядом с обычными детьми, и начинаются у них чуть ли не там воровские законы внутри этого детского дома. Это очень страшное дело. И я хотела бы закончить. Можно? Да, конечно. Я как раз отстаиваю точку зрения того, что в принципе альтернатива должна быть только одна. Это семейные детские дома. Но обязательно хороший контроль государства должен быть со стороны увеличения пособий. Пускай это будет кадетский корпус, пускай это будут пансионы для детей, для девочек, для мальчиков. Пускай это будут православные детские дома. Потому что там, в отличие от обычного детского дома, дети растут на своем труде. В православном детском доме они сами растят урожай, они сами воспитывают, помогают младшим детям. Они более приспособлены к жизни. Поэтому, вы знаете, у нас принято жалеть этих детей. Но мне казалось бы, да, действительно, их когда-то предали самые близкие люди. И они когда-то получили это самое большое предательство в жизни, предательство своих родных, мамы и папы. Но мне кажется, их надо не пожалеть, их надо любить и помогать воспитать нормальными, полноценными членами нашего общества и нашей страны. Спасибо большое. Аплодисменты. Очень яркая, емкая и на самом деле точка зрения, имеющая право на существование. Светлана Викторовна, я знаю, что у вас есть большой опыт работы с детским домом в Ярославле. И я знаю, что там очень интересный опыт. Ваши три минуты пошли. Я с большим уважением отношусь к своему оппоненту, потому что нам действительно в государстве сейчас не хватает таких заинтересованных людей, которые бы действительно так глубоко переживали эти проблемы, которые действительно нужно решать. Я абсолютно согласна, что та система, которая на сегодняшний день существует, система детских домов, не должна оставаться в прежнем виде. Но тем не менее, на сегодняшний день она есть, и она, по крайней мере, это мое глубокое убеждение, в ближайшие 10 лет она нам будет нужна. Я опять повторяю, что эта другая должна быть в другом виде, может быть, не в таких масштабах, как сейчас, но тем не менее. Я, чтобы быть неголословной, Анна уже говорила, у меня действительно есть опыт и практической работы в детском доме. Я 10 лет работала в детском доме и в качестве воспитателя, и в качестве педагога-психолога, и в качестве заместителя директора по воспитательной работе. И в течение 8 лет являюсь чиновником, который занимается вопросами охраны прав детства. Поэтому я, наверное, имею большее право наговорить на эту тему и утверждать какие-то вещи. Поэтому на сегодняшний день в Ярославской области проживает 4 150 детей-сирот. 1 800 детей – это дети, которые проживают в семьях опекунов, своих родственников. 1 300 детей – это дети, которые проживают в приемных семьях. Это семьи посторонних граждан, которые получают вознаграждение за свою работу и выполняют роль опекунов. Всего 900 детей на сегодняшний день в Государственном банке, 900 с небольшим, которые подлежат устройству семьи. И сразу хочу сказать, что эти дети проживают в 22 детских домах Ярославской области, в двух домах ребенка и в одном учреждении социальной защиты, где находятся только дети-инвалиды. Так вот, из этих 900 детей, 150 детей – это дети-инвалиды, которые действительно, скорее всего, не будут приглашаться в семью. Остается 750. И это 60% детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Это, прежде всего, задержка психического развития. И умственно отсталость, как диагнозы – это, к сожалению, данность, которая тоже… Это не состояние, это диагноз медицинский. И более 80 из этих 700 детей, 80% – это дети старше 10 лет. То есть, в общем-то, мы все прекрасно понимаем, что до 10 лет ребенок уже достаточно сформировался как личность, имеет опыт проживания в своей семье, чаще всего неблагополучной. И поэтому именно таким он приходит в учреждение для детей-сирот. Так вот, уважаемые друзья, Павел Алексеевич Астахов убедил нашего президента в том, что Россия может быть без сирот. Если посчитать, один сирота приходится на тысячу населения Российской Федерации. У нас в Ярославской области один сирота приходится на 500 дееспособных взрослых граждан. Это в два раза хуже. Ну, это наше условие. Давайте спросим себя, готовы ли мы принять в семью ребенка, взять на него ответственность, заниматься его не только воспитанием, но и образованием, лечением, и довести его до совершеннолетия, выпустить, дать ему то, что не даст ни один детский дом. Детский дом сегодня дает все в плане хорошей еды, хорошей одежды, больших телевизоров плазменных, но не дает одного, и самого главного, чувства привязанности. Чувства привязанности формируются только в семье, и поэтому только семья может дать тот социальный опыт, который поможет ребенку реализоваться в своей жизни. Продолжение следует...